Люди в белых халатах готовы рассказать о своей профессии, о том, почему клятва Гиппократа сильнее всех законов и о каком вознаграждении за свой труд они мечтают. Минздрав Чувашии представил проект «Медицина – мое призвание». Во всех учреждениях здравоохранения появятся специальные почтовые ящики для благодарственных писем, фотографий, пожеланий и рисунков. Кого пациенты считают лучшими из лучших, узнаем по завершении года человека труда. Первое знакомство состоялось в президентском перинатальном центре. В отличие от обычного роддома, в этих палатах тихо. Обитатели Кюэзов, если и плачут, то почти не слышно. Недоношенным малышам приходится экономить силы. Впрочем, необходимости плакать нет. Врачи и медсестры чутко следят за каждым вздохом, ловят малейшие движения и предупреждают все желания. Здесь ежедневно совершается профессиональный подвиг. Ведь речь идет о спасении жизни. Недоношенных детей рождается всего 4-5%. Но 4-5%, вот если судить много это или мало, вот представьте, да, около тысячи детей в нашей республике рождаются недоношенными. И каждый ребенок требует оказания какой бы то ни было помощи, вообще помощи. А вот эта вот категория детей, вот такие дети с массой меньше килограмма, они рождаются, их рождается 1%. Опять-таки, много это или мало? А ведь 1% для нашей республики – это очень большая цифра, 170 детей. Все, кто впервые попадают в отделение новорожденных с экстремально низким весом, невольно переходят на шепот и стараются ходить на цыпочках. Очень уж хрупкими выглядят эти крошки. Страшновато бывает и молоденьким медсестрам, но только в первое время. Очень быстро они понимают, что самое важное в их работе. Любовь. Мы смотрим их, любим, так же, как родители. Бережем их, отдаем всю свою ласку. Как известно, чужие дети растут очень быстро. Здесь, конечно, чужих детей нет, все родные. Но сотрудники президентского перинатального центра все равно не успевают оглянуться, как мальчик с пальчик или дюймовочка приходят к ним в гости уже своими ножками. Зато всех бывших пациентов врачи и медсестры знают по именам. Запомнить несложно. Ириска наша. Назвали мы ее в честь Ирины Валерьевны. Гиппократ назвал лечение больных самым благородным искусством. От себя добавим. И самым благодарным. Проект «Медицина. Мое призвание» придуман как раз для того, чтобы у нас была возможность сказать врачам и медсестрам спасибо за то, что они выбрали такой нелегкий и такой ответственный труд. Если человек одел белый халат, если он дал клятву Гиппократа, то, наверное, это навсегда. Потому что человек, приходящий в эту отрасль, он отдает всю свою душу, все свое сердце, все свои знания во имя спасения жизни человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok